Добрый день, уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Я постараюсь осветить основные вопросы относительно применения препарата Ниболумаб в лечении больных не полусклеточным, не мелкоклеточным раком легкого. В принципе, Светлана Анатольевна уже осветила основные моменты, на которые направлены современные иммуно-онкологические препараты. Это возможность реактивации или восстановления функциональной активности иммунной системы противоопухолеумного ответа на двух этапах. Этап периферический, который реализуется в лимфатических узлах, это блокада сетелия-4. И этап, который интересует нас и который реализуется в микроокружении опухоли, это уже блокада ПД-1 на мембранах активированных Т-лимфоцитов. Напомню кратко, что ПД-1 или белок программированной гибели клеток, это трансмембранный белок, который является негативным или отрицательным регулятором Т-лимфоцитов. При активации Т-лимфоцитов, Б-лимфоцитов, натуральных киллеров, дентритных клеток происходит гиперэкспрессия ПД-1 на их поверхности. И это, скажем так, является при контакте с легандом к этим рецепторам, которые параллельно эксплуатируются на поверхности опухолевых клеток, происходит инактивация Т-лимфоцита. То есть, в принципе, этот механизм относится уже к механизму ускользания опухолевой клетки от воздействия цитотактических иммунных клеток. В результате взаимодействия леганда и ПД-1 на поверхности Т-лимфоцитов происходит индукция апоптоза и гибель активированных Т-лимфоцитов. Что делают антитела, о которых мы говорим? Это неволумаб и пембролизумаб. Они являются моноклональными антителами к ПД-1. Они блокируют их и не дают взаимодействовать им с легандами, расположенными на клетках опухоли, и таким образом сохраняют или реактивируют функциональную активность Т-лимфоцитов. В принципе, экспрессия ПД-1 является неблагоприятным фактором прогноза, и опухоли легкого гиперэкспрессирующие ПД-1 являются более агрессивными. Неволумаб, разумеется, исследовался изначально у пациентов, имеющих распространенные стадии, после многочисленных ближествующих линий лекарственной терапии. И вот то исследование, которое мы уже упоминала Слан Дольна, исследование с участием 129 больных немоклеточным раком легкого, которые были интенсивно привлечены до этого. Не менее половины больных получали 3 и более линий лекарственной терапии. То есть, разумеется, ожидаемые сроки жизни пациентов и ожидаемая эффективность какого-либо лечения максимально стремилась к очень низким цифрам. И мы видим, что во всей когорте пациентов чисто объективных ответов, о которых, в принципе, мы почти вообще не говорим, говоря о лечении в качестве второй, третьей и последующих линий, достигло 17%. Медиана общей выживаемости у всех пациентов превысила 9,5 месяцев. До этого мы говорили о максимально 5,5-6 месяцах медианы. Если мы говорим о дозе в 3 миллиграмма на килограмм веса, то есть та доза, которая в дальнейшем изучалась в клинических исследованиях и уже является рутинной в лечении опухолей с использованием неволумаба, то мы видим, что эффективность достигает уже 24%. У каждого четвертого пациента мы видим полные частичные регрессы. А медиана общей выживаемости возрастает до 15 месяцев, почти до полутора лет. Разумеется, исследование и подтверждение эффективности препарата в ранних исследованиях является основанием для инициации крупных рандомизированных исследований. И вот то исследование, о котором мы говорим, исследование CheckMate 057, мы видим, что это исследование с участием большого количества пациентов. Его значимость повышается до, так сказать, увидительных значений. С участием практически 600 пациентов, имеющих не мелкоклеточный и не плосклеточный рак легкого, третьей и четвертой стадии, все больные должны были получить первую линию лекарственной терапии с включением препаратов платин, то есть стандартный вид лечения. И те пациенты, которые имели драйверную мутацию в гении GFR, разумеется, получали ингибиторы сирозинкинат соответствующие. Также допускалось проведение поддерживающей терапии, которая также является стандартом в большинстве стран мира, поддерживающей терапией или пиметрекседом, или биоцизумабом, или эрлотинибом после достижения эффекта первой линии терапии. И мы видим, что рандомизация в соотношении 1 к 1 на 2 группы лечения, контрольная, это стандартная монотерапия доцитокселом, до 75 мг на квадратный метр, и терапия неволумабом. Также привычная нам уже дозировка, 3 мг на килограмм веса каждые 2 недели. В качестве первичной оценочной точки выступает общая выживаемость. В принципе, мы знаем, что практически все современные исследования нацелены именно на увеличение сроков жизни пациента. Но также, разумеется, оценивались и общая частообъективных ответов, и выживаемость без прогрессирования. Эффективность препарата в зависимости как раз-таки от уровня экспрессии ПДЛ-1, разумеется, это тот вопрос, который представляет один из наибольших интересов в иммуно-онкологической сфере иммуно-онкологических препаратов, и, конечно же, оценка качества жизни. В отношении редуцирования доз, разумеется, редуцирование доз допускалось для химиопрепарата, для доцитоксела, и мы помним, что ни один пока из иммуно-онкологических препаратов не разрешает, скажем так, его применение редукции доз, поэтому неволумаб или отсрочивался в очередном введении, или прекращалась его терапия полностью, если приносимость лечения была недостаточной. Группы сбалансированы по своему составу. Мы видим, что возрастной ценз, скажем так, он просто отсутствует, как, опять же, в лечении, в современном лечении, лекарственном лечении пациентам могут иметь возрасты старше 80 лет. Общее состояние пациентов должно было быть удовлетворительным, ноль или один балл. Конечно, большинство пациентов все-таки имело один балл по шкале ЭКОК, то есть имелись клинические признаки заболевания. Допускалось включение пациентов с напоражением головного мозга, но при отсутствии неврологической симптоматики, при контроле со стороны центральной нервной системы. Практически большинство пациентов имело положительный статус в отношении курения, если можно сказать положительный, они были курильщиками или в настоящее время, или предшествующее интенсивное курение. Все они получали платинцезирающий режим, как мы уже говорили, часть получала терапию ингибиторометирозенкиназ, и все пациенты были оценены по уровню экспрессии ПДЛ-1 в опухолевой ткани. Это был или архивный опухолевый материал, или полученный путем трепанбиопсии перед началом терапии. Ну и основная цель, которую мы изучали, основная задача, которую мы изучали, влияние препарата на общую выживаемость. Мы видим расхождение клевых, мы видим медиану общей выживаемости в группе больных, получавших неволомап, превысило год. До этого мы говорили о медиане выживаемости, не превышающей 6-7 месяцев. По сравнению с дотсотокселом в контрольной группе, медиана выживаемости превысила 3 месяца. И мы видим, что клевые выживаемости, они продолжают расходиться. Через 2 года уже в 2 раза больше больных живы в группе, получавшей неволомап, чем в группе больных, получавших стандартный режим химиотерапии. Преимущество в отношении общей выживаемости было отмечено во всех подгруппах больных, за исключением больных старше 75 лет, куривших ранее, и за исключением больных, имевших мутации в гении ЭДЖФР. Если мы вернемся к графику выживаемости, то мы увидим, что в группе больных, получавших неволомап, на протяжении первых 3 месяцев кривая, скажем так, провисает. То есть количество больных, погибших в течение первых 3 месяцев в группе неволомапа, выше, чем в группе больных, получавших дотатоксел. Мы видим, что выживаемость больных, получавших неволомап, извините, количество больных, умерших в группе неволомапа, составляет 59 человек. В группе дотатоксела умерло всего 44. Но если мы оценим причины смерти, то все они практически были связаны с прогрессированием заболевания. Причин гибели пациентов из-за токсичности препарата не было. Это говорит о том, о чем упоминала уже Слан Тольна. Нужны ожидаемые сроки жизни пациента не менее 3 месяцев, для того, чтобы эффект иммунотерапии реализовался. Если заболевание настолько агрессивно, что ожидаемая гибель пациента может наступить в течение этих первых 3 месяцев, то, конечно, такие пациенты, наверное, получат минимальную пользу от назначения иммуно-алкологических препаратов, в частности неволомаму. Если мы обратимся к части объективных ответов, то также мы видим преимущество в отношении и полных, и частичных регрессов в пользу неволомаба. И мы видим, что как время до достижения эффекта лучше в группе больных, получавших неволомаб, так и самый основной момент медиана продолжительности ответа она практически в 3 раза выше, чем в группе больных, получавших химиотерапию. То есть эффект не только достигнут, но он и сохраняется в течение принципиально более длительного времени. Выживаемость пациентов в группе иммуно-алкологических препаратов напрямую зависит от достижения объективных ответов, что мы крайне редко видим при лечении цитостатиками. То есть там нет полной связи между регрессом опухоли и сроками жизни пациента. Здесь, поскольку мы реактивируем собственную иммунную систему, и она уже самостоятельно начинает оказывать повреждающее действие в отношении опухолевых клеток, вот именно этот момент реактивации иммунной системы, который клинически проявляется объективными ответами, он в первую очередь и реализуется в увеличении сроков жизни пациента. И вопрос, который интересует всех, особенно в отношении таких опухолей, как рак легкого, рак почки, это все-таки настолько прямая связь между уровнем экспрессии ПДЛ-1 в опухолевых клетках и частотой достижения объективных ответов и выживаемости пациента. Мы видим, что неволома реализует свой ответ в отношении эффекта, в отношении объективных ответов и в отношении выживаемости, уже начиная с минимального уровня экспрессии ПДЛ-1. Если она вставляет 1% и выше, то мы видим, что частота объективных ответов просто неуклонно она уже достигается, уже превалирует в отношении химиотерапии и в дальнейшем при повышении уровня экспрессии частота эффекта также увеличивается. Здесь довольно так на этих графиках демонстративно видно преимущество выживаемости пациентов. Также мы видим, что вне зависимости от уровня экспрессии ПДЛ-1, если она более 1%, то уже кривые выживаемости расходятся и значительно. Для неволомаба она достигает 18-20 месяцев, в два раза практически превышая сроки жизни пациентов, получающих стандартную химиотерапию. Если мы говорим о том, что пациенты не имеют экспрессии ПДЛ-1 или имеют минимальный, менее 1%, то мы также видим, что ожидаемая эффективность терапии на по меньшей мере не уступает эффективности химиотерапии, но сроки сохранения эффекта, медианной длительности эффекта для неволомаба, она также по меньшей мере в 3 раза выше, чем для дотстоксела. То есть да, у пациентов нет экспрессии ПДЛ-1, но они имеют те же шансы на достижение эффекта, как и при проведении стандартной химиотерапии, и эффект у них сохраняется значительно дольше. Разумеется, любой самый эффективный препарат, он требует своей оценки в плане безопасности, и профиль безопасности представлен здесь. По тем данным, которые получены в исследовании, мы видим, что в среднем пациенты получили до 6 введений неволомаба и около 4 введений дотстоксела. Плотность или интенсивность дозы была большей в группе неволомаба, то есть, в принципе, практически большее количество пациентов смогло провести практически полный курс терапии этим препаратом. И на момент подведения итогов, проведения анализа, в группе дотстоксела все пациенты завершили лечение, причина завершения лечения – это, разумеется, или прогрессирование, или непереносимая токсичность, а в группе больных, получавших неволомаб, до 15% пациентов продолжали его получать. И безопасность терапии – это, в принципе, основной параметр, конечно же, токсичность третьей и четвертой степени. Мы видим различия, которые демонстрируют препараты, практически в 5 раз меньше часто серьезных негативных осложнений в группе больных, получающих неволомаб по сравнению с дотстокселом. В обеих группах было по одному эпизоду летальных исходов, связанных с препаратом, по мнению исследователей. В группе неволомаба – это энцефалит, который, на самом деле, может быть крайне редким, но осложнением иммуно-анкологических препаратов. И в группе дотстоксела – это фибрильная нетерпения, которая, к сожалению, ожидаема и чиста в профиле токсичности препарата. Если разделить спектр токсичности в зависимости от уровня экспрессии 5 или 1, также видно, что независимо от того, высока она или низка, неволомаб в любом случае демонстрирует более благоприятный профиль токсичности по сравнению с дотстокселом. Спектр осложнений, который характерен для неволомаба, в принципе, и в этом исследовании он отражает основные спектры этих осложнений. Это поражения со стороны кожных покровов, со стороны эндокринной системы, гипотириоз, интерсоциальные заболевания, состояние легких. Но, в принципе, если посмотрим осложнение 3-4 степени, то не более 1%. То есть, в принципе, риск для жизни пациента возникает крайне редко при развитии этих осложнений. И показатель, который тоже очень важен у всех онкологических пациентов – это качество жизни, насколько оно изменяется на фоне лечения. Мы также видим, что по всем основным симптомам, которые характерны для больных раком легкого, да и для большинства онкологических пациентов – и одышка, и кашель, и слабость, и элементы болевой синдром, кровохарканье – практически во всех этих параметрах терапия неволомаба обеспечивает значительное преимущество по сравнению с стандартной химиотерапией. Таким образом, мы можем сказать, что у больных в качестве второй и, наверное, последующих линий терапии применение неволомаба обеспечивает увеличение показателей общей выживаемости, основного параметра, который мы ждем, у больных немоклеточным раком легкого. Причем увеличение сроков жизни пациентов сопровождается и увеличением качества, улучшением качества жизни больных, и уменьшением токсичности по сравнению с стандартной химиотерапией. Преимущество препарата об этом отмечается во всех подгруппах пациентов, независимо от уровня экспрессии ПДЛ-1, но, разумеется, пациенты, имеющие более высокий уровень экспрессии ПДЛ-1, имеют и большую частоту обительных ответов и более длительные сроки жизни. Но даже если экспрессии нет, то пациенты, получающие неволомаб, имеют ту же самую ожидаемую эффективность и те же самые ожидаемую выживаемость, как и в группе больных, получавших химиотерапию, но длительность эффекта и профиль токсичности будут более преимущественны у больных, получающих иммуно-онкологические препараты. Поэтому мы можем уже констатировать, что неволомаб является стандартом второй линии лекарственной терапии, у больных немелклеточным раком легкого с любым уровнем экспрессии ПДЛ-1, но, разумеется, необходим поиск биомаркеров, которые позволят нам выделить ту когорту пациентов, которые получат наибольший клинический выигрыш от применения данного препарата. Если говорить о нашем опыте, то, в принципе, он базируется на лечении пациентов в рамках программы адресной или расширенной помощи больным немелклеточным раком легкого. В нашем участии оно заключается в проведении терапии 12 больным с данной зоологией. Все они получили от 1 до 3 предшествующих линий лекарственной терапии, и к настоящему времени пациенты у нас получили 81 введение препарата, но, разумеется, число введений будет увеличиваться, потому что пациенты пока находятся на лечении. И в качестве примера я представлю одного из этих пациентов, больной 62-х лет, страдающий одним немелклеточным, неполусклеточным раком легкого, с поражением верхней доли правого легкого первичной опухолью и с метастазами в левом легком, левом надпочечнике, лимфоузлах средостения. Диагноз у него был верифицирован, в принципе, 2 года уже назад, уже изначально с диссиминированной стадией процесса, как низкодифференцированная динокарцинома без драйверных мутаций. Стандартное лечение первой линии с препаратами платины. В рамках клинического исследования он получил комбинацию вилипориба, поклитоксила и короплатина, 6 циклов с засяжением частичного эффекта, и в дальнейшем поддерживающий терапию пиметероксидом, также 6 циклов. И уже на терапии пиметероксидом у пациента отмечено прогрессирование, это июль прошлого года, что явилось основанием для включения его в программу расширенного доступа. Лечение он получает с августа прошлого года, по настоящее время выполнено сейчас до 16 введений препарата, и мы видим, что эффект лечения стабилизации составляет 11 месяцев, и надеемся, что эффект будет продолжаться. Здесь представлена линия награммы, видно, что абсолютно стабильная картина заболевания в последние майские этого года. Очень важно, что подобное длительное стабильное течение заболевания не сопровождается какими-либо значимыми проявлениями токсичности. Токсичность, которую мы наблюдали, это повышение уровня трансаминаз, это бессимптомное явление пульмонита, некоторые другие характерные для неволомаба осложнения, но, в принципе, ни один из них не требовал полного прекращения лечения. То есть токсический профиль, как мы в своем опыте наблюдаем, он действительно благоприятен и весьма-весьма коррегируем и умеем. Ну, в принципе, наверное, то, что мы хотели представить в плане нашего опыта и в плане общего опыта применения неволомаба у пациентов с немаловлечным раком легкого. Спасибо. Спасибо. Спасибо.